Ку-ку, друзья! Я Арина, а это Мильфей, канал о современных десертах и не только. Сегодня с вами мы будем готовить короля кондитерского мира. Это бисквит, но не классический вариант, а шифоновый. Такой бисквит получается более влажный, более пористый, и в нем меньше ощущается вот этот яичный привкус, как в классическом варианте. Это происходит из-за того, что мы дополнительно добавляем растительное масло и молоко. Ну что же, меньше слов, больше дела. Начнем готовить шифоновый бисквит шоколадный. Все необходимые ингредиенты и их количество будут указаны в описании. Для начала нам необходимо взбить яйца. Мы не будем отделять белки от желтков, взбивать это все по отдельности, а потом приводить в однородную массу. В этом нет необходимости. В дальнейшем я объясню почему. Сахар мы добавляем немного ванилина. Это поможет придать шоколадному вкусу еще более яркий оттенок. Все тщательно перемешиваем. И добавляем сахар к яйцам. Начинаем аккуратно взбивать. Нам нужно взбить до состояния средней пены. Главное не перевзбейте, чтобы не образовывалось лишних пузырьков, которые в дальнейшем при выпекании могут лопнуть и бисквит осядет. Должна получиться примерно вот такая масса. Затем мы добавляем растительное масло и буквально несколькими движениями соединяем вместе с яйцами, просто доводя до однородности. Далее мы добавляем молоко и проделываем то же самое. Разрыхлитель мы добавляем в муку. Также мы добавляем какао. И все тщательно перемешиваем. Должен получиться равномерный и однородный цвет. Далее эту массу обязательно просеиваем через сито, чтобы избавиться от лишних комочков и насытить муку кислородом. Как видно, в муке откуда-то оказался сахар, он нам не нужен, и мы его просто убираем. Далее вот такими движениями аккуратно вмешиваем муку, чтобы она не разлеталась по кухне. И аккуратно перемешиваем. Нам не нужно долго взбивать массу, как только она станет однородной, мы выключаем миксер. Вот так вот схлопываем, чтобы свалилась мука со стенок, и снова перемешиваем. Далее лопаткой мы уже снимаем остатки со стенок посуды. Готовую смесь мы выливаем в кольцо вот такими круговыми движениями, чтобы в центре не образовывалось плотное пятно, которое в дальнейшем может не пропечься. Немножко встряхиваем. И убираем в разогретую духовку вверх-вниз без конвекции на 160 градусов. Примерно на 30 минут. Как показала практика, времени вообще не имеет значения. Разделяете вы белки, разделяете вы желтки. Это не играет никакого значения. Значение играет температура духовки. Для своей духовки я выбираю 160 градусов, потому что это оптимальная температура, чтобы бисквит не перегревался и равномерно поднимался. Может быть небольшая горка образоваться, но это не будет целый столб. Поверьте, температура гораздо важнее, чем разделение белков и желтков. Это уже старая школа, а нам пора двигаться дальше. После истечения 30 минут нам необходимо проверить готовность бисквита. Деревянной шпажкой мы протыкаем в самый центр. Я вижу, что у меня на конце шпажки еще остаются крошки. И я убираю бисквит буквально на 10 минут без нагрева. Далее я его достаю. И даю немного остыть при комнатной температуре. Буквально минут 10. Затем нам необходимо удалить фольгу. Она снимается довольно легко. Не пугайтесь того, что тесто могло вычесть за края кольца. Это не страшно. Теперь нам необходимо вырезать бисквит из кольца. Я делаю это ножом для рыбы. Мне так удобнее, потому что он плоский и гибкий. Бисквит легко выходит из формы. Вот он получается вот такой воздушный. Он хорошо поднялся. Небольшая горка, но это не страшно. Далее мы запаковываем бисквит в пищевую пленку. И убираем в холодильник охлаждаться. В холодильнике бисквиту необходимо охладиться не менее 8 часов. Это поможет влаге внутри бисквита равномерно распределиться. И при дальнейшей нарезке он не будет крошиться. Ну и плюс дополнительный бонус. Он становится гораздо вкуснее. Я не знаю, как это работает, но это действительно так. После того, как бисквит охладился, мы достаем его и используем по назначению. Я сделаю разрез, чтобы показать вам, что получилось. Для начала я срежу шапочку. Даже здесь уже видно, какой он мягкий и пористый. Разрежем бисквит пополам, чтобы посмотреть, как получилось внутри. Бисквит получился очень мягкий и упругий. Главное, что он влажный и не требует дополнительной пропитки. Вот мы и приготовили с вами шифоновый шоколадный бисквит. Теперь его можно использовать как угодно. Вы можете собрать торт, вы можете сделать пирожные, вы можете сделать украшения. А можно вообще просто намазать его сгущенкой или вареньем и подать к вечернему столу к чаю. Он прекрасно подойдет, как самостоятельный десерт. Ну что же, я с вами не прощаюсь. Как обычно, не бойтесь экспериментировать на кухне. До новых встреч, друзья!